Сегодня мы прослушаем историю одну о блудном сыне. Все знаете, да? Давайте мы зачитаем сейчас Луки 15 глава 11-31 стих. Слышно нормально? Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отче. Дай мне следующую часть имения, и отец разделил им имение. По пришествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я, умирая от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного тельенка и заколите, встанем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слух, спросил, что это такое. Он сказал ему, «Брат твой пришел, отец твой заколол откормленного тельенка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я только, вот сколько лет служу тебе, и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Когда сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного тельенка, он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, все мое твое». А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Вот такая вот притча. И сейчас мы будем рассуждать над этим словом. Попутно хочу сказать, если у кого-то есть, возможно, я не буду спрашивать, чтобы поднимали руки, но, может быть, кто-то не любит читать Библию, а, может быть, кому-то она кажется непонятной. У нас очень часто бывает такое, что мы это слово кушаем, просто загладываем в себя, а она у нас не растворяется почему-то. Наверное, это от того, что сильно твердая пища. И кому-то там, я не помню, не буду говорить, кому из народов, Павел говорил, «Вам опять нужно молоко, отставьте мясо, вы на мясо пока не способны, вам нужно молоко». Если ребенку дать мясо, что с ним будет? У него не сварение, а желудка будет. Вредно. А мы все гоняемся за мясом, мы уже такие все встали взрослые, и мы гоняемся за мясом, а иногда, очень часто, нам надо молоко. Сегодня будет молоко. Но молоко тоже вам полезное. Ну, а мясо, чтобы кушать, чтобы ты хорошо усваивал, и чтобы ты его полюбил, чтобы ты прочувствовал, это я мясо сейчас сравниваю со Словом Божьим, чтобы ты его вкусил, чтобы ты почувствовал, какой он вкусный. Он серьезно смеется. Чтобы ты наконец-то сказал, что я его люблю, я его люблю очень сильно. Мне ничего не надо, только мясо давай. Это не камень сейчас в огород вегетарианцев на всякий случай. Его надо по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И что самое главное в этом процессе, его надо разжевывать тщательно. Некоторые говорят, что надо 33 раза зубами щелкнуть, да, разжевывать. Для чего? Чтобы тебе легко было усваивать. Поэтому это слово сейчас совет для тех, кто не любит или не понимает, как читать Слово Божье, не гоняйся за большим куском. Не надо. Возьми маленький кусочек, возьми какое-то слово и разбирай, рассуждай, рассуждай. Рассуждай это и означает, что ты будешь жевать, разжевывать. Рассуждай, рассуждай, рассуждай. И будет все хорошо. Аминь. Я благословляю каждого, Боже, того человека, кто искренне может думать о себе, что он не может читать или не нравится ему читать, или не понимает. Но, Боже, мы благословляем каждого такого человека, Боже, и ты благослови, чтобы у каждого появилось желание разжевывать, тщательно рассуждать. И это приведет к огромным переменам в жизни и в судьбе такого человека. Во имя Ишова. Аминь. И вот сейчас у нас будет и пример. Видите, мы сразу 38 зайцев застрелим. Два сына. Какой словесный портрет мы можем составить для двух сыновей? Вот какой младший? Кто может сказать, кто видит по-младшему, какой он? Какой? Расточительный? Избалованный? Блудник? В общем, такой нехороший, да? Ай-яй-яй. Взял свое. Главное, такой молодец, да? Самостоятельный. Почувствовал, что он уже самостоятельный. Ну, я так понимаю, что если он сделал такой выбор, то ему уже получается, как бы с папой было неинтересно. Ну, с папой как-то так. Это я сейчас детям еще говорю, да? Как детям, иногда нашим, бывает неинтересно с родителями. Такой, отсталые уже эти родители, динозавры. Бывает такое у вас? Или с детями, или с внуками. Ну, с внуками, может, полегче. С детьми, да? Все, они все самые умные, самые знающие. Они все уже достигли. Они все, мы у нас, у родителей мышление отсталое. А вот у них оно прогрессивное. Они знают, как лучшее. Да? Есть такое? Это мы сейчас будем и себя узнавать. В роли детей. И вот он такой самостоятельный, в принципе, а что тут плохого, да? Забрал свою часть имения и пошел. Ну, куда он пошел? Он же не пошел там, какие у него цели были, планы. У него же были хорошие планы. Он же не пошел, не думал, что его пости не такая, крах, что он потеряет это все. У него, наверное, были планы, какой-то бизнес-план или какое-то желание развиться, развиться как личности, состояться, желание хорошее. Но пошло не так, как ему хотелось. Да? Очень часто бывает в жизни людей, в жизни детей и в нас, в нашей жизни, что развивается не так, как ты планируешь. И он столкнулся с преградами. И что? Он вернулся домой. Там уже от карьеры ничего не осталось. Свиньи – это ближайшие коллеги. С ними как-то не очень интересно уже развиваться. Есть возможность вернуться домой. Вернулся. Старший сын. Что можем сказать о старшем? Трудяга. Послушный. Гордый. Какой еще? Хорошо. Послушный. Гордый. Трудолюбивый. Да. Пахал, 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 пахал. А ему папа не дал даже козленка. Это мы сейчас, Дух Святой может сейчас касаться каждого, да? И вскрывать вот эти наши мотивы глубинные, кто никто не знает, кроме тебя и Бога. Понимаете, да? Ты пашешь, 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 пашешь. Где ж ты, Бог? Где ж мой козленок? И оно вскрывается обязательно, вскрывается, когда этот пришел вообще нормально, да, потратил все имение, возвращается, и ему теленка закололи. Ну вообще нормально. Ну курицу. Одну курицу хватит. Ну две. Ну или ходов, по ходову купили каждому. Зачем тратить столько теленка? Расточительные вообще, да? То есть вот со стороны старшего сына он отца воспринимал же так, да? Он же на него обиделся. Написано, что он осердился и вообще вышел. Да? Все, я не хочу. Не надо мне ни этого мяса, ни этого стейка, ничего. Я помню, что ты не дал мне ни козленка, ничего. Все. Я обиженный. И сколько же это еще пахал? Пахал, пахал, пахал и ничего не получил. Мотивы тоже, может быть, и не совсем правильные. Вот это два сына. Сейчас мы почитаем еще переводы. Это два сына. Я рассуждал, вот мы составили чуть-чуть словесный портрет каждого из них. И мы представляем приблизительно, но мы недалеко от них ушли, я хочу так сказать. Одинаково. Одинаково. А можно сказать, что в чем-то даже похоже. Если не одинаково, то похоже. Каждый искал свое, вообще-то. Если мы посмотрим на этих двух сыновей, то я не вижу ни в одном, ни во втором, чтобы у каждого из них было желание узнавать самого Бога, самого Отца. Каждый занялся своим, да, только старший был более послушен, но в любом случае он преследовал свои интересы. Да, потому что как только отец проявил доброту и любовь к младшему, его искренние мотивы, они сразу всплыли в виде обиды. Ну и по факту получается, он же ничего от отца не получал. Он пахал, но ничего не получал. Так? Мы можем так подумать. Младший наоборот, да, то есть вообще сразу сказал, я под это дело не подписываюсь, я служить с тобой не буду, служить тебе не буду, работать на тебя не буду. У меня есть свои планы, свои цели, свои желания. Дай мне мою часть, я пойду займусь собой. И ни у одного из них не было близких отношений с отцом. Никто не думал об отце. Какой отец, как отец выглядел для младшего сына? Как младший сын видел своего отца? Любящим, добрым, щедрым, да, жертвенным. Почему? Потому что если он только заикнулся о разделе имения, то отец сразу его раздал. Но с другой стороны, да, то есть эти качества он в отце видел, но с другой стороны, почему-то он с отцом не хотел строить свое будущее, свою жизнь. Ну вообще никак не соединялось, да? Замечаете, да? Ему было неинтересно. Несмотря на то, что он видел, несмотря на то, что он воспитывался в любви, в нежности, в заботе, и папа ему сразу отдал половину часть имения, на самом деле у него в сердце не было желания строить с ним дальше своих взаимоотношений. Ты мне дай мое, и я уже пошел. Слышите, да? Помните, там есть еще одна притча о брачном пире? Бог начал звать, и все начали извиняться, отказываться, да? Кто-то там, кто-то приобрел жену, да, извини. Извини, я пришел, ты мне жену дал, все замечательно, я ушел. Программа минимум для меня выполнена. Все, пока. Кто-то там трактор, комбайн просил для себя, новый. Фермер, наверное. Тоже выпросил, получил, бизнес есть, все. Я пришел такой простой, а ты мне, Бог, дай мне чуть-чуть денежек, дал, все, молодец, пока. Я пошел испытывать, зарабатывать, мне надо зарабатывать. Похоже, чуть-чуть такое, да? Есть схожесть. Старший сын, старший сын служитель, служил верой и правдой, кровью и потом, служил, 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 служил. А папа ему не дал и козленка. Что это за служение? Что это за служба? Тоже можно разорочароваться, обидеться. Для старшего сына какой папа был? Какой? Не услышал. Строгий. Строгий, да. Да. Для него был строгий. Все время заставлял работать. Только работай, работай, работай. Опять же, можно еще сказать, что был и жадный. Можно? Он же обвинил отца. Ты же не дал мне. Ты же по факту мне козленка так и не дал. Там еще под вопросом, а вообще ты просил? Это так, между строчек нужно прочитать. А ты, сынок, вообще просил? Да нет, я думал, как-то неудобно. Да нет, я думал, как-то неудобно. Но это уже моя версия. Я не знаю, не сильно прибыль. Может, как-то неудобно. Я тут служу, я служу просто так и ни на что не надеюсь. Но тут, если ты бах, какого-то служителя благословишь, а меня нет, я сразу замечу. Я сразу это почувствую. Я сразу стану судьей, и я несправедливость к себе сразу замечу. Еще к кому-кому, к вот этому, без году недели в церкви или в общине, а ему уже такие подарки. А я тут уже 10 лет служу, 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 служу. Я тут этих стульев уже перетягался. На целый спорткомплекс олимпийский хватит. А ты мне ничего не даешь. Это старший сын. Могут быть такие мысли, да? А какой был отец? Какой был отец для младшего? Мы уже чуть-чуть разобрали. Любящий, заботливый, нежадный, щедрый. Какой еще? Прощающий. Любит так, что вообще даже не может не простить. Как он там выглядывал, да? То есть мы сейчас будем рассматривать, чуть-чуть сейчас в целом, а потом уже будем еще в глубину идти. В глубину, в глубину. А для старшего еще раз повторимся, какой был отец? Жадный. Вопрос, а как они видели? Или они вообще правильно видели, или нет? По-своему, вроде бы, как да. Со стороны своего видения, со стороны своего мышления, мировоззрения, мы, каждый из нас, как нам кажется, мы всегда видим все правильно. Это другие видят неправильно. А мы видим все правильно. так? И здесь про отца, читаемые про отца. Пойду я к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой, уже не достойно называться сыном твоим, прими меня в число наемников. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Вот если мы вот этот стишок рассматриваем, и когда он был еще далеко, увидел его отец, что мы тут видим? Ожидание. Любовь. Что? Верный? А, первый. Тоже очень важно. Первый. Отец первый, да? Переживающий. Смотрите, мы сколько, на самом деле, да, если мы так по-человечески рассуждаем, по-нашему, как мы видим все, по-правильному, по-своему. Вообще-то, отец был прав, а он не прав, да? Если бы мы были судьями в этой ситуации, то мы бы рассудили, что отец прав, а сын младший не прав. И тогда отцу надо было дома сидеть обиженным, руки в боки, и так еще приговаривать. Ну-ну-ну-ну, я посмотрю, насколько тебе хватит. Иди, 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 иди. А кто-то думает, слушай, а зачем? А кто-то из нас думает, а зачем вообще он давал половину и менее? Ну, вообще нормально. Дал тысячу долларов, иди, пробуй. Получится, молодец. Не получится, все, возвращайся. Это таким надо быть расточительным, нещедрым, да, в кавычках. Таким надо быть расточительным, чтобы вот это отдать половину и менее, хотя ты, хотя ты соображаешь, может быть, друг какой-то этого отца пришел к нему и рассказывает, слушай, что ты сделал вообще? Это же вообще не мудро. Он попросил, у тебя сын попросил половину, ты ему половину отдал, и все. Иди, знай, через два или три месяца у него все закончится, ты это все собирал годами, умножал, 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 а тут за два месяца раз, и все. И что ты потом будешь делать? Ты как-то неразумно поступил. Это тоже так бы мог бы подумать. Кто-то из нас может так подумать об отце. Но если мы смотрим правильно, то мы видим, что Бог жертвенный, сегодня прозвучало, да, и Он пойдет на все для тебя, чтобы тебе только сделать приятное. Он отдаст. Но если ты, конечно, в это веришь. Да? И Он высматривал его. Да, мы смотрим. Он первый. Да, Он не поступил как человек, Он не поступает как мы, как можем поступать как родители к нашим детям, не устраивал какой-то бойкот, не обижался. Он его просто всегда любил. И то, что мы считаем, и то, что Он заметил, да, и встал, пошел, да, когда был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. Можно предположить, что отец заметил первым, да, можно сделать такой вывод, что раз его, он, отец, заметил первым, значит, он все время и наблюдал. Потому что если бы, если мы рассуждаем с вами, если бы он не все время наблюдал, то он бы мог бы пропустить, и в этой бы истории было бы чуть-чуть уже по-другому, да. Отец занят своими работами, сын приходит в дом, пап, здрасте. Да? То здесь он выглядывал его постоянно. Это сердце отца. Он выглядывал его постоянно. Несмотря на то, что сын ему сделал больно, обидно, во-первых, с ним расстался, а во-вторых, еще и наполовину имения. То он выглядывал его, и сразу написано, что он побежал. В украинском переводе там звучит так. И, подвившись, он подався до своего батька. Батька, что далеко побачил, что он приближается, и исполнився милосердя до него. Вин, батько, побег на зустріч синови, обняв его и поцелувал. Еще один перевод, тоже украинский. И побег вин, и кинувся на шею ему. Кинулся. И зачав цилуаты его, обцеловывать. Это настолько он переживал, насколько он соскучился за своим сыном. Ему не важно было вообще, где он был, как он пропадал. Для него важно, что сын появился на горизонте. Получается, что для отца это было все его желание. Не деньги. Не его успехи. Не его заработки. Не его состояние. То, что он возвращается, для него это была самая большая награда. Праздник. Это был праздник, настоящий праздник. Мы же читаем, да? Какой он праздник там устроил. Он там не курицу гриль приготовил одну. И по кусочку разрезал. Давайте все по чуть-чуть, по ножке и по крылочку, и хватит с вас. Теленка. Это настолько он был радостный, насколько он был счастливый, что он заколол теленка. Может быть, они его и не съели на половину или на третью часть. Может быть, они все пораздавали. Но радости было не только у отца. На тот момент радости было не только у отца, а было, наверное, у всего селения или сколько там населения. Ну, теленок сколько? Килограмм сто? Двести? До двухсот? Ну, хороший. Сколько стейков получится? Хорошо. И вот мы чуть-чуть разобрали сердце отца. И мы увидели, какой отец был для младшего сына, какой был для старшего. Вопрос. Какой отец для тебя? Ну, вы знаете правильные ответы. Какой отец для тебя? Каким ты его видишь? Вот мы сейчас, смотрите, сейчас точно Дух Святой действует и касается каждого. Если, ну, если искренне говорите, конечно, говорите, если это действительно искренне. Но надо проверять свои сердца. есть у нас что-то там такое не очень хорошее или нету. Потому что, как для вывески, мы, конечно, можем сказать, мы все любим тебя, отец. Пока не вскрылись наши истинные мотивы. Пока отец не начал устроять всю нашу жизнь. Пока не начал благословлять, благословлять, благословлять. И потом они начинаются подниматься, вот эти истинные наши мотивы. Хорошие они или нет? Любим мы тебя, отец, или нет? Понимаете, о чем я говорю, да? К примеру, Моисей, он приходил на гору общаться с Богом. Все остальные, они оставались вне, да? Да нормально, ну, что нам туда ходить? Вот это горы, на гору идти, огонь, стрелы, ужас, громы. Ты иди, а нам, если что, перескажешь. Я думаю, это мое мнение, оно, я же не навязываю вам его. Я думаю, что вот это желание и жажда по Отцу и по тому, какой Он, оно должно быть у тебя. я, конечно, понимаю, что это желание дает Бог. Мы сегодня будем молиться. Вот это желание, жажда по самому Богу, по Ему самому, не потому, что мы можем от Него получить, а какой Он? Папа, какой ты? Не, я, конечно, тебя люблю и даже служу тебе и поклоняюсь. И я понимаю, что мне не надо тебе перечить, потому что это будет ропот. Мне не надо, мне надо быть тебе послушным. Но знаешь, ты его как Отца, близко. Есть ли у тебя эти близкие отношения с Ним? любишь ли ты его по-настоящему? И этому, может быть, ошибки какие или то, что может нам мешать видеть Его таким, какой Он есть. Я сейчас вам скажу одну новость, такая провокационная. А что, если вы Бога еще на 5% даже не знаете, какой Он прекрасный? на 5? А может, вообще на 1? Вот такая. А что, если вы не знаете? А что, если мы не знаем Его еще настолько близко, мы Его только чуть-чуть, если кто-то о себе думает и думает, что Он уже знает много, кого Он чудесный, прекрасный, а что, если для тебя это только старт? что ты знаешь только на 1% Его? И для того, чтобы познавать, тебе понадобится не только эта жизнь, но и вся вечность. вся вечность, если ты себе думаешь, что вечность, Царствие Небесное, оно для тебя будет таким, что ты туда пришел, тебя впустили, а где тут мой домик? А ну покажите мне, где у меня тут мое? А, вот это? А, хорошо, спасибо. Слава Богу. Зашел целый день, радуешься, попал, попал туда, куда надо. Аллилуйя, Аллилуйя. Расслабился, теперь можно расслабиться. Кто-то ж так думает, да? Я слышал такие мысли от братьев, от сестер. Да мне не надо много. Хотя бы там в раю на краю. Ну, там с краечку где-то чуть-чуть. Все. Программа минимум выполнена. Все. Слава Богу. Есть такие в каком-то мысли, или нет? А что, если Царствие Небесное, оно уже здесь и сейчас, и на самом деле ты в Царстве Небесном можешь и будешь заниматься тем, что будешь каждое мгновение восторгаться Богом. Как написано там о 24 старцах, да? Которые каждое мгновение, они поклоняются Богу, да? Каждое мгновение они видят Его еще в большей Его славе, величии, и они опять падают. Они не исполняют долг. Они не могут выдержать славы, падают, и только поднимается это мгновение, проходит, и Бог в еще большей силе и славе открывается им, и они опять падают. восторгают вас такие отношения с Богом. И это может у нас быть сейчас. Такие отношения, и так мы можем открывать для себя Бога, и Бог может открываться сейчас. Я скажу больше, Он хочет, Он хочет открываться каждому. Он каждого любит очень сильно, очень сильно. Даже если ты сейчас себе мысль допустил, Таня меня не любит сильно, пусть он рассказывает, как он меня любит, ну так чуть-чуть, ну неплохой, неплохой, нормальный, такой, для края, для рая на краю пойдет. Кто-то ж так о себе думает. Или нет? Фух. Боже, мы просим Тебя, открывай наши настоящие истинные мотивы. Я знаю, Боже, что Ты не хочешь, Ты любишь каждого из нас, Ты не хочешь наказывать, Ты не хочешь нас укорять, Ты не хочешь нас обижать, Ты просто хочешь выявлять все эти неправильные мотивы, чтобы мы приближались к Тебе. как мы можем видеть Отца очень часто, очень часто, это если мы будем себя проверять, очень часто мы вообще неправильно смотрим, нам только кажется, что мы смотрим правильно. Согласно нашей логике и нашего представления об этом мире, мы думаем, что мы смотрим правильно. Но на самом деле это может быть не так. Понимаете, да, или нет? Для двух сыновей они не посмотрели правильно, а из этих двух это 100%. Они не посмотрели правильно на Отца. Они не захотели увидеть в Нем любящего, такого настоящего, любящего, заботливого Папа, который скажет, да нам в принципе нужен только Ты. Самое главное, что Ты есть. Никто так из них не посмотрел. Да? Боже, Дух Святой, я прошу Тебя, касайся. Касайся каждого из нас. Открывайся, насколько Ты любящий, насколько Ты славный, насколько Ты великий, насколько Ты чудесный. сокрушай наши сердца. Если Ты видишь какие-то наши мотивы неправильно, если Ты видишь, может, кто-то из нас обижается на Тебя, как старший сын, может, у кого-то есть какая-то обида, то Ты не поступишь с ним. Я знаю, Боже, что Ты любишь Папа, любишь каждого из нас. Ты не хочешь обижать его, Ты не хочешь выяснять с ним отношения. Ты его зовешь, как зовешь старшего сына. Сынок, приди, приди в мою любовь, приди в мою радость, приди в мою свободу, приди ко мне, приди ко мне, и я успокою тебя. Приди, приди. И сейчас Бог обращается к каждому из нас. Вернись, ко мне. Я так соскучился за Тобой, я так хочу строить с Тобой взаимоотношения. Ты даже не представляешь, какой я классный, какой я чудесный. Ты даже не представляешь, что все Твои горечи, что все Твои огорчения, разочарования, я все это исцелю. Я освобожу, только приди, наберись той мудрости, как младший сын, который пошел, попробовал, не получилось, но он осознал, да, там есть одно место, слово, что он вернулся. Я придя же в себя, наконец одумавшись, а переводы еще есть какие, наконец одумавшись, наконец образумившись, опомнятавшись, сказал, сколько наемников у отца моего избыточеств хлебом, а я умираю от голода, встану и пойду к отцу моему и скажу ему, придя же в себя, он осознал, опомнился, что папа его любящий, что папа его ждет, что папа его любит. Вот это покаяние, да, мы знаем, что такое покаяние. Покаяние это разворот на 180 градусов, как вам, мы же знаем и другое значение, да, что это перемена твоего мышления, перемена, понимаете, да, получается, что когда ты приходишь к Богу со своим мышлением и думаешь, что ты покаялся и Бог начнет тебя сильно-сильно благословлять во всех сферах твоей жизни и такого, если не будет происходить, то твоя вера терпит кораблекрушение, приходит огорчение, разочарование, уныние, потому что ты не получил того, что ты хотел, значит, у тебя мышление, оно не обновилось, ты искал возможность исполнения своих желаний и своих мотивов, и ты пришел к Богу не для того, чтобы его любить и быть с ним навсегда, ты пришел только к нему только для того, чтобы он тебя благословил, бывает такое, да, вот эти мотивы, нам надо проверять свои сердца, нам надо проверять свои мотивы, если ты обижаешься как старший сын, смотря на других, на старших служителей или на кого-то, как Бог или кого-то Бог благословляет, а меня нет, то возможно Бог тебе показывает, что мотив неправильный, ты пришел к нему не как отцу, а как банкомату, ты мне налички выдай и пока, понимаете, да, а какой и вот из-за этого неправильного образа мышления у нас все наперекосяк, отсутствие радости, уныния, огорчения, разочарования, это тоже следствие этого неправильного мышления, с которым мы ходим вместе с Богом как старший сын, отсутствие радости, отсутствие надежды, отсутствие спокойствия, это указывает на то, что у тебя что-то не в порядке в отношениях с отцом, да, потому что мы читаем Слово Божие и говорим, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, буквально я веду тебя, мое любимое дитё, в покой, если ты не вошёл в покой, то это не Папа виноват, что Он тебя не ввёл, значит у тебя какие-то другие желания, другие мотивы, другие цели, не Папа, не дом его, ничего, что-то я так резко, хорошее, будет хорошее, потому что мы видели и мы знаем, что Бог любит нас очень сильно и Он любит не так, мы даже не представляем, как Он нас любит, Он любит нас очень сильно и Он ждёт каждого из нас и Он приглашает и говорит тебе, приди, приди дочь, приди сын, приди ко мне, приди ко мне, оставь свои ложные мысли, ложные мечты, ложные желания, всё то, что не было моим, и ты не ко мне приходил, приди ко мне, поменяй этот образ мышления, поменяй, как поменяй этот образ мышления, начинай верить мне, даже если ты разочаровался, ты тоже разочаровался по этой причине, начинай верить мне, читай меня, знакомься со мной, начинай доверять мне и верить мне по-настоящему, начинай доверять, а не начинай анализировать, а не начинай критиковать меня, и не начинай очередной раз обижаться на меня, чтобы сказать, в чем я неправ и в чем я провинился как отец перед тобою, слышите, да, притча о трех слугах, который получил один пять талантов, другой три и один один, да, два первых они говорили хорошо, они остались довольны своим господином, а третий что сказал? Я знаю, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеешь и собираешь там, где не рассыпал, у него мышление было заранее таким, я знал, что ты человек жестокий, я знал, я буквально был убежден, что ты именно такой, что ты меня подставишь, талант на минуточку 36 килограмм золота, ничего так дал на развитие бизнеса самому младшему, скажем так, слышите, да, а какой на самом деле был господин? Добрый и щедрый и к нему тоже, он дал ему хорошее состояние, пожалуйста, иди, сынок, употреби, на самом деле, если мы будем знакомиться с нашим папой по-настоящему, то мы будем осознавать, что оказывается, он еще и каждому раздает по мере сил, что он тебе больше сил не даст, потому что это может еще тебе еще и повредить, он дал младшему половину имения, что получилось, пошло это ему впрок или нет, слышите, да? Боже, и мы просим тебя, избавляй нас от всяких вот этих ложных стереотипов, от всякой лжи, от всяких обид, от всякой боли, если у нас у кого-то есть из нас какая-то боль, что ты что-то к нам поступил как-то несправедливо, то ты Дух Святой открывай для того, чтобы мы просто осознавали это и оставляли это все, чтобы мы приходили просто к тебе, приходили по-настоящему к тебе и в тебе успокаивались навсегда, чтобы каждый день, каждый день был с тобой и каждый день мы проводили вместе с тобой в радости, веселье, в вере в то, что ты все устрояешь в нашей жизни, все, буквально все и нам не надо заботиться ни о пропитании, ни об одежде, ни о волосе, ни о жизни своей, потому что у тебя все под контролем, потому что ты все знаешь, как сделать в нашей жизни, чтобы мы были с тобой счастливы, ты и пришел для нас и ты открылся для нас как отец, чтобы мы наконец-то бывшие беспризорниками, сиротами стали родными твоими детьми, родными, любимыми, которых ты каждого из нас выглядываешь, может кто-то обиделся и ты выглядываешь его, сынок, дочь, оставь эту обиду, приходи ко мне, я люблю тебя очень. касается. Па, и мы просим тебя, раскрывай каждому из нас свое сердце, мы знаем, что всякое желание, оно исходит от тебя, даруй нам это желание, даруй нам эту жажду каждому, я прошу тебя за каждого твоего дитя, даруй эту жажду каждому, чтобы каждое дитё, оно приходило к тебе, знакомилось с тобой, узнавало, какой ты настоящий, не просто знало о тебе, а знало тебя. Открывайся для каждого, окутывай своей любовью, своей нежностью каждого, окутывай своей заботой каждого, принимай каждого, выглядывай каждого. Аминь. Мы сейчас будем молиться, но что хочу сказать, мы и так всё время молимся, да? Сейчас ещё скажу одно. Рассуждайте дома, пожалуйста, над своими взаимоотношениями с папой. Папа не критикан, он не критикует тебя, он не оскорбляет тебя, он тебя не обижает, он просто тебя выглядывает. Если вдруг тебе показалось, что ты от него отвернулся и ушёл куда-то не в ту сторону, то у тебя всегда есть возможность вернуться, он тебя ждёт. Он тебя ждёт как любящий папа. Мы прочитали, он показывает нам своё сердце, как он тебя любит. Он всё отдаст, чтобы тебя сделать счастливым. Он всё сделает для тебя, чтобы ты был счастлив. И здесь вот это местописание мы взяли из Луки 15 глава, да? Но на самом деле мы, если мы начнём с самого начала читать, то там ещё две притчи есть. Оба овце потерянной и от рахми потерянной. Знаете, да? И пишет Иисус, кто из вас, имея сто овец и потеряв одну, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдёт за пропавшую, пока не найдёт, а найдя, возьмёт её на плечи свои с радостью и придя домой созовёт друзей и соседей, скажет, порадуйтесь со мной, я нашёл мою пропавшую отцу. Сказываю вам, что так будет на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжёт свечи, не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдёт. Она найдётся, зовёт подруги, соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму, так говорю вам, будет радость у ангелов Божьих об одном грешнике, кающемся. Боже, пусть... Давайте поднимемся. Боже, пусть Твоё слово, оно касается каждого из нас. Дай нам принять, дай нам поверить, просто принять и поверить в то, что Ты любящий Папа. Ты не жестокий, Ты не злой, Ты не жадный, Ты не бедный, Ты не нищий. У Тебя всё для каждого из нас есть. Помогай нам наши сердца открывать для Тебя по-настоящему искренне. Приходи к Тебе искренне, с искренним сердцем, которое написано, что оно честное. Искреннее сердце это честное сердце. Очищай сердце каждого из нас, чтобы мы приходили к Тебе ради Тебя, чтобы мы начинали знакомиться с Тобой, чтобы Ты нам начинал открываться, чтобы мы познавали какой Ты чудесный, какой Ты прекрасный в жизни каждого из нас. В наших семьях, в наших детях, в нашей общине, в нашей стране. Помогай каждому из нас строить с Тобой эти близкие отношения. Помогай. Открывайся каждому из нас, чтобы каждый из нас замечал, какой Ты прекрасный. Чтобы мы не просто знали о Тебе, чтобы мы знали Тебя. Чтобы мы знали Тебя. И чтобы мы с радостью, как Ты бежал навстречу своему заблудшему сыну, чтобы мы с радостью всегда бежали навстречу Тебе. Чтобы мы были всегда с Тобой, всегда в Тебе. И у нас эта возможность и шанс есть каждый день. Мы каждый день можем пребывать в Тебе. Мы каждый день можем строить взаимоотношения с Тобой. Дай нам, каждому из нас, эту жажду, желания по Тебе. Дай нам влюбиться в Тебя так, как Ты любишь нас. Дай нам принять решение радоваться каждый день. Дай нам принять решение любить Тебя. Дай нам принять решение быть довольными, чтобы всякий враг был пострамлен. Пусть уходит всякая обида. Пусть уходит, пусть это будет все проклято, Боже. Всякая обида, всякая горечь, всякое разочарование. Все то, что враг смог насадить в нас, как сорняк Пусть это будет все уничтожено Чтобы мы любящими глазами посмотрели на Тебя, любящий Отец Прими всю славу и честь И мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас всегда Где бы мы ни были, близко или далеко Отступили мы от Тебя или не отступили Ты всегда на нас смотришь любовью И мы любим Тебя Открывайся каждому из нас Во имя Ишуа Аминь